Нокия 6 Нокия 6 Металлический корпус Цельный металлический корпус И, посмотрите, сзади они даже очень сильно похожи Единственное, что Нокия этого года Немножко более вытянутая такая Задняя вот эта поверхность, где располагается камера и вспышка Ещё здесь надпись CASE появилась И во всём остальном, честно говоря, телефоны прям очень похожи Это и антенны, пластиковые вставочки в корпус И сбоку смартфон очень похожи Единственное, что с лицевой стороны И здесь, конечно, главное отличие двух телефонов И в части управления, и в части внешнего вида В случае с Нокией прошлогодней Кнопки находятся под экраном Они сенсорные И здесь же располагается датчка отпечатка пальцев под экраном Расположение удачное В Нокии 6 2018 года кнопки уже наэкранные И датчка отпечатка находится на задней части Более того, как он находится Я уже говорил, в быстром обзоре Очень неудобно Он находится сразу под этой поверхностью Как раз под вспышкой И когда ты пытаешься разблокировать пальцем То, в первую очередь, у тебя палец подойдет именно на эту вспышку Я действительно это ощутил в каждодневном использовании Действительно, вот это месторасположение почти в центре смартфона Датчик отпечатка еще и сзади Честно говоря, вызывает некоторые вопросы В остальном, очень приятные на ощущение металлический корпус Достаточно острыми гранями Но ощущается действительно так вот прям монолитно Единственное, что, конечно, еще отметим по внешнему виду Все так же остались достаточно широкие рамки по краям от экрана Честно говоря, опять же, внешний вид отнеско портит Особенно учитывая, что сейчас все практически смартфоны Упускаются уже там чуть ли не безрамочном дизайне Или с минимальными рамками сбоку Опять же, вспоминаю Nokia 7 Который 2018 года вышел недавно Мы недавно снимали обзор Там рамочки совсем тоненькие И смотрится это намного удачнее Всем привет, друзья, я Давид Действительно интересно сравнивать телефоны от легендарного бренда Знаете, еще, наверное, полгода назад Я скептически относился к Nokia Думал, ну вот, китайцы какую-то аферу затеяли А на самом деле, вот абсолютно неважно Я не знаю, где правда Действительно ли здесь те самые инженеры Те самые люди из Nokia делают эти телефоны Или все-таки это китайский Foxconn Так достаточно хитро заходит Приглашая каких-то людей из Nokia И делают все-таки их китайцы, а не финны По большому счету, мне на это сейчас все равно Я рад, что Nokia возвращается Рад, что они делают смартфоны По достаточно, ну, не то что адекватным ценам Но вот то, что я держу в руке Вот обновленная Nokia Она сразу продается по вполне нормальной цене Здесь хороший процессор Здесь модуль NFC Здесь все хорошо И самое главное то, что тогда Вот имею в виду, когда вышла обычная шестерка Что сейчас обновленная Они выделяются Потому что все телефоны сейчас настолько похожи Что вот когда держишь в руках Nokia Пусть она и с экраном уже подустаревшим Опять же, кому-то нравится экраны 16 на 9 Но я плотно перешел на экраны формата 2 к 1 И мне нравятся они больше, чем стандартные Но она практически уникальна сейчас по дизайну из всего рынка Второе, что мне хочется до вас донести Андрей достаточно много рассказал Я тут, наверное, присоединюсь Но по-своему тоже отмечу то, что здесь Android One Самое главное, чтобы вы понимали, что дает чистый Android Те, кто помнит аппараты от Nexus Знают, что там всегда все работало быстро То есть вот буквально телефон можно не перезагружать Пользоваться полгода, год И все будет работать так же, как и на момент покупки Справедливости ради это касается сейчас большинства Android-телефонов Неважно, какая у них оболочка Но все-таки Android One это чистая оболочка от Google И самое главное, обновляться она должна минимум 2, а может быть даже 3 года Ну поживем, увидим По производительности тоже отличия есть эволюционные Если в шестерке стоял достаточно такой бюджетный процессор 435-й Snap и 3 ГБ противной памяти То в этом году поставили уже намного более мощный процессор Это 630-й Snapdragon Nokia 6 этого года уже имеет 2 модификации 3 ГБ противной памяти или 4 Ист-32 встроенной или 64 встроенной памяти Карта памяти, конечно, здесь поддерживается Но лоток комбинированный Поэтому или две сим-карты, или карта памяти приходится выбирать Тем не менее, в производительности различия достаточно значительные Если шестерку еще, как я говорил, прошлогоднюю Можно отнести к бюджетному устройству Соперник у нее Redmi 4X, который дешевле сильно стоит То модель 2018 года это уже более серьезный аппарат Здесь спокойно можно поиграть даже в современные игрушки Те же танки спокойно идут на максимальных настройках 40-50 FPS стабильно Здесь, само собой, такого вы не увидите Ну и, в принципе, это, конечно, отражается и в повседневной жизни Если же прошлогодняя Nokia работала, ну, в принципе, нормально Но со временем вы забивали память приложениями И работала медленнее То здесь это, конечно, будет добиться намного сложнее Работает всегда быстро и шустро Сказывается, конечно, на этом всем и наличие Стандартного чистого голого, так называемого, андроида То есть никаких здесь добавлений нету К сожалению, нету и радио И нету приятных фишек, как у некоторых производителей Например, на экранной кнопке нельзя поменять местами, к сожалению Система, само собой, сейчас это уже восьмерка И обещают, что обновлять будут еще года два Так что на модели 2018 года совершенно спокойно можно ожидать появления девятки На прошлогоднюю Nokia изначально была семерка Сейчас уже обновляется до восьмерки По камере тоже получились революционные какие-то изменения Никаких революций И, честно говоря, в быстром обзоре Который мы делали распаковки, скажем так Nokia 6 2018 года меня сильно удивило Потому что там мы сравнивали на ходу телефон с OnePlus 5 Который стоит ощутимо дороже И там телефон меня удивил Потому что днем снимки Nokia 6 делает практически сравнимые Как вы написали в комментариях Спасибо вам за это замечание Я это не заметил, честно говоря Мой грех Мы снимали на OnePlus в формате 16х9 На Nokia 4х3 Само собой на длительный тест я уже переключил на OnePlus решение на 4х3 И сравнивал камеру Nokia 6 опять же с OnePlus И, знаете, дневные снимки на Nokia 6 2018 года получаются отличные Они лучше, чем на прошлогоднюю Nokia Это заметно на самом деле очень сильно Деталей больше, цвета ровнее Ну, поэтому в этом плане, конечно, смартфон несравнимый 2018 года модель снимает лучше Но действительно Nokia 6 2018 года снимает днем примерно как OnePlus Как смартфон, стоящий намного дороже В условиях меньше освещенности И особенно ночью тут, конечно, уже сравнений не получается Потому что у OnePlus намного более светлая камера Тем не менее Nokia снимает, опять же, на уровне всех своих конкурентов среднего класса В принципе, можно при наличии прямых рук сделать приличные снимки Даже ночью или в условиях искусственного освещения В целом камеру охотеризую как очень приятную днем Неожиданно приятную Ночью, конечно, уже стандартный середняк Тем не менее, каким-нибудь Samsung далековато даже до этого По части видео сапризов тоже не получилось Смартфон пишет видео в 4К По прошлогоднюю Nokia этого не умеет Более того, пишет звук даже по технологии фирменной Nokia UZU Audio То есть такое более объемное звучание получается В принципе, видео пишет неплохо Конечно, до какого-нибудь флагманов не дотягивает Но, опять же, для среднего класса Действительно, качество видео, опять же, днем меня хорошо Приятно удивило В условиях более сложных получается так себе Ну и последнее, что расскажу по звуку Отдельных аудиопроцессоров ни здесь, ни там нету Поэтому звучат с фартфоном в наушниках абсолютно одинаково Приятно, но без каких-либо приукрас Более того, даже каких-то дополнительных нововведений Здесь по части звука в системе вы не найдете Даже эквалайзера здесь нету встроенного Что касается звучания через динамики Здесь все, на самом деле, опять же, приятно И Nokia не скупится в своих телефонах Ставит нормальные динамики Мне очень понравился основной динамик Он громкий и сочный Совершенно спокойно слышны любые звонки И да, здесь нету, конечно, стерео Но звучание действительно достаточно громкое и детальное Звучание через голосовой динамик тоже очень приятное Он, не знаю, большой и мощный Действительно хорошо слышно с собеседника И, опять же, на это претензий у меня никаких нету На всем остальном телефоны похожи Точно такие же экраны Абсолютно одинаковые габариты И корпуса точно так же металлические Поэтому, в принципе, ни тот, ни другой смартфон Восточный ручирует Но единственное, что, конечно, мне намного больше понравилось Nokia 6 этого года Прошлогоднее мне и тогда не особо понравилось На фоне конкурентов Посмотрим, конечно, чем ответят конкуренты от компании Nokia Но, честно говоря, смартфон получился таким очень крепким середняком Единственное, что мне очень не нравится Это местоположение датчика отпечатка Он сам по себе расположен очень неудачно Мне неудобно Я даже не привык за три дня использования этого телефона И, честно говоря, вот Nokia 7 2017 года Мне понравилось даже больше Потому что нету таких толстых рамок Да и смартфон как-то лучше ложится в руку Поэтому можете рассмотреть еще как вариант эту модельку На этом обзор заканчиваем Если у вас какие-то вопросы остались Пишите в комментариях Я их прочитаю, обязательно на них отвечу Ну, конечно, подписывайтесь на канал Ставьте лайк Приобрести этот смартфон в этом цвете Или в каком-нибудь другом Можете по ссылке под этим видео Переходите, покупайте На этом все Всем спасибо Всем пока По экранам, если вы выбираете Можно приблизительно поставить знак равенства Между двумя аппаратами Который, который отличается от конкурентов Это кто бы то ни было Молодцы Актуальные цены на эти телефоны Можно посмотреть по ссылке под этим видео Там же можно их приобрести Там же можно посмотреть примеры фотографий С обоих телефонов Как всегда желаю Будьте здоровы, будьте успешны Будьте позитивны, счастливы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому